В четверг на этой неделе состоялось очередное заседание Совета Муниципального района Вуктыл. Депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета Муниципального района Вуктыл за 2012 год и внесли изменения в бюджет на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов. Данным проектом предлагается внести следующие изменения. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования Муниципального района Вуктыл на 2013 год в общем объеме дохода в сумме 535 млн. 550,5 тыс. рублей, в общем объеме расхода в сумме 587 млн. 623,8 тыс. рублей, в дефицит в сумме 52 млн. 70,3 тыс. рублей. Безвозмездные поступления предлагается утвердить в сумме 323 млн. 120,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 317 млн. 120,4 тыс. рублей, в межбюджетные трансферты утвердить в сумме 33 млн. 127,6 тыс. рублей, в межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 млн. 127,6 тыс. рублей. Утвердив основные характеристики муниципального бюджета, депутаты одобрили решение о мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах. Поддержка будет предоставляться по оплате помещений, коммунальных услуг и твердого топлива. Одним из важных вопросов, обсуждаемых депутатами, стала сфера ЖКХ. В районный совет поступило письмо от главы города Печоры и председателя совета района с просьбой поддержать обращение в Госсовет Республики Коми о перенесении срока введения нормативов для домов, не имеющих общедомовых и коллективных приборов учета на горячее и холодное водостанжение на 1 января 2015 года. Депутаты единогласно проголосовали «за», а также поддержали обращение в Госсовет Республики Коми городского округа Усинск об оказании содействия в решении вопроса перевозок водным транспортом, автомобилей в сопровождении водителей. И решили направить свое обращение в Госсовет с просьбой оказать содействие в решении вопроса покупки груза пассажирского парома муниципального района Вуктыл. Неудовлетворенность граждан работы переправы наращивает социальную напряженность. В целях обеспечения транспортной доступности и безопасной организации речных перевозок просим предусмотреть в республиканском бюджете Республики Коми финансовые средства на приобретение груза пассажирского парома в размере 40 миллионов рублей при уточнении бюджета. Исполняющий обязанности председателя Совета района предложил создать комиссию с тем, чтобы доработать этот проект и отправить в республику. Следующим обсуждаемым вопросом стало транспортное сообщение в районе переправы, инициатором которого был депутат Калюжный. Он зачитал письма, адресованные в Совет депутатов и в прокуратуру города, с тем, чтобы компетентные органы разобрались и дали ответ, почему сложилась такая ситуация и почему за переезд через реку взимаются деньги. В мае прошло открытие навигации. С 15.05.13 года перевозку пассажиров осуществляли на воздушной подушке «Хивус». Ходило два регулярных рейса с автобусом по маршруту к Таву-Ктыл. 7.00.14.00. Люди по приезду на правую сторону переправы выгружают свои вещи из автобуса и вместе с вещами перегружаются на воздушную подушку по пять человек за рейс. По прибытию на левый берег прибираются обратно на автобус, прибывшие с Ухтинской стороны, что приводило к неудобствам увеличения времени идти. Пока к данной ситуации не подключился руководство республики, в приказном порядке прислали катер для перевозки людей через Купичоро и в районе переправы Куздебож. Хотя в районе у администрации имелся свой катер, так называемый «первый», что это такое, не знаю. Но с осени прошлого года, находящийся в неисправном состоянии, администрация района не побеспокоилась в мирно-навигационный период перевести в техническое исправное состояние данного катера. Также жители района не устраивают график паромной переправы, существующей на данный момент. Перерыв плава состава с 11.00 до 14.00 и 17.00 до 19.00, что крайне неудобно прожить при районе города. Все здесь выше указаны. Мы считаем, что администрация Бухтырского района показала свою некомпетентность в чрезвычайных ситуациях и их предотвращении. И мы считаем, что в сложившейся ситуации администрация должна уйти в отставку, а вместо нее принять на работу энергичных, компетентных людей. О результатах принято решение на сессии по данному вопросу просим опубликовать в местном СМИ и подписи. Одну секунду, третье на что, 12.03 года, Анчакова, Махнева, там где они даже не знали, Мадрахимов, Пахков, Кобелов. Ну, здесь есть подписи, все это будет передано в совет, вернее, в председатку советов. Пожалуйста, Герасименко, Гаймур Динут. Вот о чем говорят люди. И это действительно называется издевательство над народом. Проблема переправы и перевозок в этом году для бухтыльцев стала одной из самых больных и обсуждаемых. Народ у нас терпеливый и выносливый. Но когда в этом году проблема перевозок зашла в тупик, терпение лопнуло. Получается, что сейчас у населения больше вопросов, чем ответов. На основные из них, касающиеся бездействия администрации, ответила заместитель руководителя района Ольга Бузуляк. Полномочиями муниципального района является обеспечение транспортной доступности в границах муниципального района, между сельскими поселениями и административным центром. В границах муниципального района. То есть это компетенция, на которую закладываются деньги в местный бюджет. Если мы закладываем деньги от обеспечения транспортной доступности в Ухтыл-Ухта, это будет нецелевое использование, и вы прекрасно это знаете. 18 мая у нас открылась навигация официально, с момента которого мы можем выпускать сюда любого класса. По заявке администрации, 21 числа открыто на участке навигации Печоры. Поскольку троллиния, без троллиния не может выйти ни одно судно, пассажирское, следовательно, Орлан, который вышел с Печоры, протралил все берега и остановочные пункты 22-23 мая, в том числе и на переправе. 24 мая пошел первый рейс. Постановление об обеспечении транспортной доступности между административным центром и сельским поселением Дутова в границах муниципального района было 24 мая, где было утверждено расписание, расстояние, расписание движения, определен катер и соответствующая организация. Значит, что касается, как вы говорите, бездействия администрации. 2011-2012 год администрация неоднократно выходила на Министерство промышленности о приобретении или о выделении амфимебийного водометного пассажирского катера. Этот катер обеспечивает пассажирские перевозки и в период ледостава, и в период ледохода. То есть он является круглогодичным действием в световом режиме. Эти письма все есть с 2011 года. То есть администрация неоднократно обращалась о приобретении этого катера для решения своих вопросов местного значения. Также она еще раз сказала, что администрация на протяжении нескольких месяцев активно искала решения создавшихся проблем. Обращений было много во все возможные инстанции. А так как в районном бюджете таких денег нет, то и самостоятельно эту проблему не решить. А что касается обращений горожан, прокуратурой было принято решение. По результатам проверки будет дан ответ во всех СМИ города. Продолжение следует...